Привет, друзья! Мы на канале Лилия Киселенко. И сегодня мы приехали в город Чигирин. Это Черкасская область, Украина. Это поселение известно с 16 века как укрепленная казацкая зимохи. В 1592 году Чигирин получил магдебургское право и стал городом. Какой-то козак, козак, как раз стрелял. 30 гривен, да? А сколько? Один раз 30 гривен? А, три пострели. Давайте. Козака видно? Да. В села? Да. Резиденцию поделиться. Богдана Хмельницкого. Древние вообще. Сидим наш трезуб. Это тут краеведы Мачигирин. Красивое какое место. Какой-то древний камень и остатки церкви Петра и Павла. Церковь святых апостолов Петра и Павла. Семнадцатого века. Освечен он в 2007 году. В 1843, в 45-м уроках был Тарас Григорович Шевченко. В этих местах памятка истории на честь пребывания Тараса Григоровича. Так, теперь надо вот так подниматься вверх. Выше, выше и выше. Пойдемте по ступенечкам. Здесь, конечно, крутые ступенечки. Подъем крутой. Можно присесть. Александр Андреевич, отдыхаем. Так, идем дальше. Вот почти уже вышли. Старые ступеньки, перила старые. А вот уже немножко сделали новый перил. И вот это замковая гора называется Богдана Хмельницкого. Памятник истории архитектуры. Памятник истории архитектуры. Памятник истории архитектуры. Этот город был столицей гетьманской украинской державы. С 1648 года Чигирин был резиденцией гетьманов Богдана Хмельницкого, Ивана Веговского, Юрия Хмельницкого, Павла Тетери, Петра Дорошенко. А во времена Богдана Хмельницкого Чигирин был одним из крупнейших городов Украины. Тут проживало более 50 тысяч человек. Это дорога, неизвестно. Древняя, но не древняя. Историческое место. Тоже гляньте, какая здесь крепость была. А, это такие камни замковой горы. Использовали в строительстве каком-то. А здесь даже промышленно. Вот, смотрите, написано, что была промысловая разробка каменю. Пропынилась лишь на початку 20-го столица. Каменоломни. Фотография. Вот каменоломни. 1910-15 год. Какие камни здесь. А, так вот этот камень, это мало того, что для строительства и каких-то хозяйственных нужд. Его еще добывали для мельниц, жернова на мельнице. И вот это давало им прибыль. Хорошая прибыль. Да, такие моща тут. Огромные глыбы. Ну, красиво. Да, вот смотрите, какие тут вообще такие. Раскалываются и слоями. Красота. Мощь природы какая. Ну, человек взял себе на вооружение, да? И сделал для мельниц. А можно и туда выйти, да? Ну, мы думаем, пройдем до конца. Ну, вообще там икось фортеция. Ну, мы пить дальше. Чтобы мы вернемся. Здесь даже ленточкой огородили. Потому что и до детвора здесь балуются. Кошмар. То есть написано небеспечная зона. Здесь стоят такие таблички. Очень опасно. В любой момент может отколуться камень. Вон, глянь, какая трещина пошла. Да? Глянь. Чух, если вот отколется и бахнет. Ну, да, именно какая форма, чтобы ему откололась, да? Да. Вот. Слушай, вот такая, знаете, типа, имена, какой-то жена, мамы батюшки. Угу. Ну, это для домашних, да? Ну, маленькие, да. Для дома, а не большие. Да. Ну, тут и не были никогда, да? Никогда, да. Это же здорово. Мама у тебя уже, зараз, уже пиво выкопил. Такая полянка, лавочки. Ой, вот камень красивый. Угу. Это уже что-то с них поточили такое. Что это означает? Не знаю. Ну, это чуть-чуть. Тут вверх подняться. Это фортетик. Ну, это уже современное, наверное, да? Вот это? Нет, вот это построено. Такой поле пройти. Вот появится бастион. Да, друзья, только, кто только не осаждал этот город. И польско-турецкие войска. И во время русско-турецкой войны город был разрушен турецко-татарскими войсками. Почти через сто лет опять был разрушен гайдамаками. Старинные такие. Такие гарматы. Так люди жили. Защищали свой город от нашествий всяких. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Опускаемся вниз Есть такая широкая дорога Не знаю, предназначена для машины Или для пешеходов По всей видимости, машины тут не ездят Немножко рушится от всех этих дождей Что пройшли здесь Так, это место Чигирин Вот это отдел оборудования Тут культуры, туризма, спорта Это центр города То, мабуть, этот, будинок культури Такие домики тут невеличкие, хорошие Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для кафешку учили Тут такие картинки интересные Детские рисунки Ага, пицца Сейчас будем кушать Немножко проголодались Получи глине Положи на тумбочку, хотела сказать На лавочку Все, Богдан, пошли мы Поехали додому